Добрый вечер, всем всего самого доброго, здоровья, хорошего настроения. Мы приступаем к, продолжаем точнее изучение книги Шмуэль Бетт. Материал, как вы сами знаете, очень трудный, и нам всегда нужна помощь свыше, именно в устах и в сердце обращаемся к небесам, чтобы нам была помощь свыше. Помощь свыше дается, если обращаешься с молитвой, я вас уверяю, это безусловно. Мы с вами говорим о становлении царства Давида. Мы помним с вами, что Давид из Циклага попал в Хеврон и стал царем Иуды. И вся дальнейшая история, она опять же развивается не так просто, потому что 11 колен, фактически 11 колен Давида не принимают. Мы в прошлый раз говорили о причинах, почему это произошло. И я пытался напомнить отношения к Давиду, совершенно несправедливые, которое распространилось в народе Израиля, благодаря неверному восприятию его характера. И один момент, мне кажется, что я забыл, и его бы надо было напомнить. После поражения на горе Вильбо сложилась очень сложная ситуация для Давида, как мы можем представить себе. Он был у филистимлян. Подробности пребывания его у филистимлян знают, может быть, только в колени Иуды, куда он послал посланцев, куда он послал подарки, где хорошо знали, что он никогда не нападал на снове Израиля, а воевал в основном с племенем Амалика. Там в Иуде это известно. В других коленах не совсем так. В других коленах Давид может выглядеть предателем. Его могут обвинять и в том, что он находился на территории филистимлян, когда шла война, и в том, что, может быть, никто же не знает, может быть, он содействовал филистимлянам так или иначе, и в том, что к нему перешло большое число людей, а часть людей отказалась принимать участие в сражении на стороне Шауля, потому что не одобряло действия Шауля по отношению к Давиду, преследованию Давиду. И мы можем представить себе, что были вполне и вполне такие основания реальные, нереальные, точнее нереальные, конечно, взгляд не совсем реальный, не совсем до соответствующей действительности, но вот такая картина беглеца, предателя, человека не очень хороших качеств, она очень четко сложилась в коленах Израиля. И заняло довольно большое время для того, чтобы как-то это успокоилось, и люди по-другому взглянули на вещи. И вот такому распространению, такому взгляду у Давида способствовал Авнер. Авнер, который, в общем-то, был праведным человеком, который приложил много усилий для становления царства из, в общем-то, ничего, из колена, из территории, открытой для всех ветров, и еще хуже для всех народов образовалось царство, у которого есть сейчас какие-то границы, которого боялись окружающие народы, которое освободилось от филистимлян. То есть колоссальные достижения обычно приписывают царю, но за царем стоит полководец, и этот полководец – это Авнер. Человек большой праведности, и все допускают ошибки, и эта ошибка Авнера – то, что он смотрел на Давида таким не очень хорошим глазом или видел его в не очень хорошем свете. Можно напомнить, что это началось не сразу, потому что мы помним, что когда Давид возвращается после победы над Галиятом, Шауль обращается к Авнеру и спрашивает его, что это за юноша. Мы понимаем, что он прекрасно знает Давида, и все комментаторы говорят о том, что вопрос его, обращенный к Авнеру, он относится к происхождению Давида. Нет ли какой-то неверности, то, что называется, бгам, какого-то нехорошего момента в происхождении Давида. И Авнер отказывается отвечать, он в тот момент, он уверен в Давиде, перед ним воин, который совершил подвиг, благодаря которому добились победы. Но впоследствии постепенно у Авнера, который поддерживает очень Шауля, стоит на стороне Шауля, складывается представление о Давиде, как человеке с не очень хорошими качествами, хитрым, который стремится к власти. И вот мы представляем себе, что 7 лет в Иуде, они доказывают противное. Давид не стремится к власти никаким силой, он не хочет начинать никакую войну гражданскую, потому что он понимает, что ей не будет уже конца. Все, что он делает, он укрепляет Иуду. Напротив, Авнер, он, как мы с вами увидим, он готовится к столкновению с Иудой, или, по крайней мере, к тому, чтобы оказать давление на Иуду и сделать царем Ишбошета сына Шауля. Хочу напомнить то, что я, может быть, упустил, забыл. В прошлый раз был вопрос о том, что Ишбошет – человек позора. Неужели родители дали ему такое имя? От рождения Ишбошета звали Эшбааль. Тут можно перевести тот, кто сражается с Баалем, тот, кто отрицает Бааля. Может быть, так можно перевести это имя Бааль, как мы понимаем, канонское божество. И мы представляем, что Шауль дал такое имя своему сыну, потому что одна из задач, которая стояла перед Шаулем, с которой он справился – это истребление идолопотворства из среды сыновей Израиля, боюющий с Баалем. Так звали Ишбошета изначально. Теперь, закрыв те долги, которые были в прошлый раз, давайте мы с вами обратимся к тексту и продолжим. Представим себе общую ситуацию. Давид в Хевроне занят становлением старства Иуды, и войска, и экономики, и он пишет псалмы в период, когда он находится в Хевроне Авнер, подталкивает Ишбошета к тому, чтобы стать царем, Ишбошет – человек слабый, он подталкивает Ишбошета к тому, чтобы стать царем, и разговаривает, уговаривает колено для того, чтобы объединиться в противостоянии с Иудой. Чем это кончится? Если это кончится столкновением вооруженным, это, конечно, печально, но, как мы увидим, это не то, что останавливает Авнера. Итак, мы постараемся с вами сейчас сделать Шиэр. Так, вот таким образом. Сейчас, одну секунду еще. К сожалению, эта процедура начала занимать какое-то время. Раньше было гораздо легче и проще. Вот, сейчас, я надеюсь, что мы с вами видим на экране вторую главу. Видим мы с вами текст? Да, да, да. Все вижу. Замечательно. Так, вот. И вышел Авнер, сын Нера, и слуги Ишбошета, сына Авшауле, из Маханайма в Гевон. Мы представляем себе, что столица, столица десяти колен перенесена за Ярден, сильный укрепленный город Маханайм, фактически столицу колен, которые живут за Ярденом. И Авнер там собирает войско, там он его обучает. И вот он вышел из Маханайма в Гевон. Гевон находится в колене Беньямина. Что Авнеру делать там в Гевоне? Понятно, что это проба сил. Он не выходит на войну, он выходит с отрядом, с вооруженным. Нужно посмотреть, как отреагирует колено Иуды, как отреагирует Давид на такое появление вооруженных людей. Отряда недостаточного для того, чтобы вести войну, но тем не менее вооруженных людей на территории Иуды. Иоав, сын Сруи и слуги Давида, вышли и встретились отряды друг с другом у водосборника, который возле города Гевон. И сидели эти у водосборника с этой стороны, а эти с одной стороны. Иоав, либо узнав о том, что Авнер вошел на его территорию с вооруженными людьми, либо, случайно совершая обход и патруль, он натыкается на Авнера в Гевионе. В Гевионе есть известный водосборник. Мне сейчас не хочется прерывать рассказ и показывать вам иллюстрации. Это древний водосборник, сделанный еще гнанскими племенами. Мы помним с вами, что в земле Израиля часто не хватает источников. И воду собирают зимой в огромные водосборники. И питьевая вода была, и ею орошали и поля, и виноградники. Вот такой огромный водосборник был в Гевионе известный. И там встречаются, по разные его стороны сидят два отряда, два полководца, Юав и Авнер. Юав полководец Давида и Авнер полководец Ишбошита. И сказал Авнер Юаву, пусть станут юноши и померятся силой перед нами. Очень странное предложение. Может быть, оно не такое уж как бы не соответствует еврейскому духу, коленам Израиля. Мы понимаем, что воины, они всегда были заняты военными упражнениями, совершенствовали свое искусство. Иногда разделялись на отряды, как в мучениях или военных играх. И нападали друг на друга, и защищались, или мерялись силой. Одни пытались повалить других. Это было обычным занятием. Но здесь, в такой ситуации, конечно, это момент очень напряженный. Авнер не говорит ничего о том, что стоит за его предложением, но это и так понятно. Он хочет доказать Юаву, что его воины, они превосходят воинов-иуды. И показать то, что Всевышний на его стороне, и он рассчитывает, что его воины победят воинов Юава. Это, конечно, не будет окончательной победой, но это даст возможность склонить Иуду на сторону десяти колен. Сказать им, что смотрите, вот и воины наши сильнее, а если вы не хотите сказать, что воины наши сильнее, скажите, что Всевышний на нашей стороне. Это знак, это симман, как говорят, того, что Иш-Бошет должен быть царем, и государство Иуда должна присоединиться к одиннадцати коленам Иуда, которые выглядят как гунтарь, как отступник. Большинство народа идет за Иш-Бошетом. Посмотрите, есть вам знак Слыша, который указывает на то, что надо присоединиться к Иш-Бошету. И здесь как бы Авнер рассчитывает на такую моральную победу и даже на духовную победу в каком-то смысле. И поэтому он обращается к Юаву с таким предложением. Юаву это не очень нравится, но он не может отказаться. Опять же, это не только гордость и гордыня. Это также отстоять, показать силу Иуды Южного Схарства. И сказал Юаву, пусть встанут. «И встали и перешли по счету двенадцать юношей Админьамина и Атиш-Бошета, сына Шауля, и встали двенадцати слуг Давида, и схватили они один другого за голову, и меч каждого на боку ближнего него. И пали они вместе». Не сказано, что кто-то нанес удар, как бы разгорячившись, увидев, что он проигрывает, он выхватил меч и нанес удар. Вряд ли. Здесь ситуация, скорее всего, по-другому складывается. Дело в том, что в Иуде, именно в Иуде, в других калинах, наверное, тоже, но в Иуде совершенно точно, было принято носить меч за широким поясом. Как мы представляем себе, пояс, он был очень важен для воина, и иногда он был очень широким, захватывал бедра, как говорят по-русски, чресла, спускался на бедра. И за этот пояс закладывали меч, причем как его закладывали? Его закладывали острием вверх, с правой стороны, для того, чтобы правой рукой было легко выдернуть его. Мы понимаем, что в бою или в какой-то сложной ситуации, когда кто-то нападает на тебя по дороге, не только секунды, доли секунды решают исход дела. И вот таким образом, движением правой руки вниз, выдернув меч, и уже держа его наготове, воины Иуды, как бы поэтому носили меч с правой стороны острием вверх. Мы можем вспомнить, скажем, историческую параллель, сможем вспомнить историю про Кира, Кира Ивикова, или, как говорят на еврике, Корыш, произносят его имя. О нем известно, что он погиб, вскочив на коня. Дело в том, что персы также носили меч, острием вверх. И, конечно, опытный воин, он всегда был осторожен. Но при любой осторожности всегда бывают несчастные случаи. И Кир, вскакивая на коня, пропорол себе животным мечом, который был острием вверх. По крайней мере, такая легенда существует. И она указывает, что этот обычай носить меч острием вверх, он был весьма и весьма распространен. И вот мы здесь можем представить, что юноши с оружием, которое не приходило в голову никому использовать в пылу сражение, что-то происходит. Возможно, что, скорее всего, что у кого-то меч поранил. Его же, собственно, меч поранил. Он решил, что его атакуют с оружием его противник, что его противник выхватил оружие и вонзил в него меч. Он выхватил свой меч и ударил того, тот ударил того, скажем, в пылу боя. И они убивают друг друга, как можно себе представить, как сказано, и пали они вместе. То есть из-за нелепой случайности, почему, скажем, если бы одна пара, кто-то поранился, ударил другого, тот ударил его, почему другие должны были сделать это? Потому что они смотрят на эту пару или они слышат крик, и они понимают по-своему, что произошло. Они решают, что один из борцов, он пустил в ход оружие, и они понимают, что сейчас придет дело к вооруженному столкновению или просто автоматически по велению, так сказать, своего тела, по быстрой реакции они выхватывают оружие и вонзают один в другого. Это то, что произошло. Когда юноши поразили друг друга, то, естественно, те воины, те отряды, которые остались в стороне, остались наблюдать за этой схваткой, они тоже подключились, вступили в сражение. Не поняв ситуации, не поняв, что произошло, не поняв, что это несчастный случай, они бросились друг на друга. Каждый в душе обвинял противника в том, что они начали вооруженную схватку, сначала предложили или согласились соревноваться без оружия, а потом пустили в ход оружие. У каждого было это обвинение в душе, в сердце, и вот они мгновенно бросаются друг на друга. И следующее предложение нам говорит, и была война очень тяжелая в тот день, и потерпел поражение Авнер и люди Израиля от слуг Давида. Войска, войны Авнера начинают отступать, а потом и обращаются в бегство. И были там трое сыновей Цруи, Юав и Авишай и Асаэль. Тоже сейчас не хочется останавливаться, я приготовил вам схему родственных отношений Давида, точнее семейных связей Давида. Мы с вами посмотрим несколько позже. И были там трое сыновей Цруи, Юав и Авишай, и есть Асаэль Цруя, это сестра Давида, дочь Ишая. Асаэль легок на ноги, как одна из самых быстрых хланий, которые в поле. Мы понимаем, что у Юава отборные воины, и каждый из них отличается своими способностями. Асаэль отличался, он был моложе всех из сыновей Цруи, он отличался быстрым бегом. И погнался Асаэль за Авнером и не уклонялся ни вправо, ни влево, преследуя Авнера. Асаэль решил, по всей видимости, поразить Авнера, убегающего, так как видел в нем виновника и возникшей ситуации вот сейчас у водосборника Гевона, и виновника ситуации, которая сложилась, которая вылилась противостояние колен. Во всем это был, с точки зрения Асаэля, виноват Авнер, и заслуживал смерти. Тем более, что ситуация, скажем, военная, столкновение военное, а на войне, как мы понимаем, не очень-то решается дело с точки зрения суда, просто поражают противника. Но, опять же, мы можем с вами подчеркнуть, что Асаэль гонится именно за Авнером, не только потому, что это противник, не только потому, что это глава войска одиннадцати колен, а потому, что он видит в нем человека, создавшего множество проблем, отбросившим царство Израиля много-много лет назад, приведшим к противостоянию между коленами. Он гонится за ним. Я глянулся в мир и сказал, ты ли это Асаэль? И сказал, это я. То есть, мы чувствуем его в ответе Асаэля уверенность в том, что он хочет поразить Абнера. Вот если мы представим себе этот ответ, я гонюсь за тобой, ты от меня не уйдешь, я быстро бегаю, я тебя настигну, я знаю и понимаю, почему я гонюсь за тобой, то есть это я в нем слышится, я пришел тебя поразить. И сказал ему Абнер, сверни вправо или влево и схвати себе одного из юношей и возьми себе доспехи его. Абнер полагает, что Асаэль хочет взять его в плен. И он говорит ему, погони за одним из воинов и догони его и прояви свое мужество, одержи над ним победу, отними у него доспехи, ты принесешь в стан, ты покажешь, что ты победил врага. Ему даже в Абнер в голову не приходит, что идет кровопролитная война и колено Иуды, оно не собирается отбирать доспехи у его воинов. Колено Иуды поражает воинов Абнера как виновников кровопролития. И он представляет эту картину, как он его представляет Абнер, и говорит Асаэлю, чтобы он проявил свое мужество в другом месте, чтобы попробовал свою силу на каком-то другом. Но не захотел Асаэль оставить его. Мы понимаем, что речь идет не просто о юноше таком легкомысленном. Все, скажем, сыновья Цруи, они люди и мужественные, и образованные в Торе, и люди ответственные. Он гонится за Абнером не для того, чтобы проявить свое воинское достоинство, не для того, чтобы вернуться с трофеями с гордостью в стан, а для того, чтобы одним ударом прекратить противостояние колен, которое так или иначе, как теперь уже четко видно, приведет к невероятному кровопролитию. То есть любой может теперь сказать, что противостояние колен закончится ужасным кровопролитием. Одним ударом он хочет решить всю эту проблему. Добавил еще Абнер, чтобы сказать Асаэлю, сверни себе и не гони за мной. Абнер предупреждает Асаэлю еще раз. Для чего мне наносить тебе удар, который повернет тебя на землю? И как я посмотрю после этого на Абнера, брата твоего, Абнер опытный воин, как человек, обладающий военным искусством, он превосходит Асаэля намного, и он понимает, что он справится с ним, несмотря на то, что он находится в положении убегающего, а Асаэль в положении победителя, преследующего его. Несмотря на это, Абнер понимает, что победа в этом столкновении будет за ним, но он не хочет этой победы. Зачем ему? Он знает Юаба, и он говорит, что я не смогу посмотреть в лицо брату твоему, но не захотел тот свернуть и ударил его Абнера обратным концом древка копья под ребра и вышло копье сзади и упал там и умер на месте. И было, все войны достигали того места, где упала Асаэль и умер и останавливались. Конечно, жизнь каждого воина, она дорога, но есть в армии и полководцы, и офицеры, неожиданная гибель которых просто изумляет, приводит в изумление и, конечно, повергает в траур. И когда увидели Асаэля одного из лучших воинов, одного из величайших мудрецов Торы, родственника Давида, который убит, уже дальше не гнались и не преследовали воинов Абнера. То, что здесь произошло, то, что Асаэль недооценил свои силы, недооценил, точнее, Абнера и переоценил свои силы. Абнер оказался и опытным, и хитрым, и умелым воином, который не раз находился в такой ситуации, когда его кто-то преследует, копьё его было заострено с другого конца. Часто это использовалось для того, чтобы на стоянке воткнуть копьё в землю, чтобы оно не лежало на земле, а было всегда на готове. и второе назначение у этого острия с другой стороны копья, оно было для того, чтобы можно было сражаться и тем другим концом этого копья. То есть древко было застряно, возможно, оно было и обито металлом. Асаэль это совершенно не учёл, забыл об этом. Он или в пылу погони, или потому что он никогда не оказывался в такой ситуации. И один удар поразил его и поверг на землю. Игнались Юап и войны остановились около тела Асаэля, а Юап и обишай поднали за Абнером для того, чтобы теперь убить его как того, кто убил их брата. В дальнейшем мы можем представить себе, что ситуация военная и Абнер в общем-то защищался. Почему должна быть такая вспышка, если не ненависти, то желание отомстить. Мы представляем себе, во-первых, потому что Абнер был виноват во всей возникшей ситуации в любом случае, по крайней мере, так представлялось, что он виноват во всей этой возникшей ситуации. Он спровоцировал ее. И другой момент, который мы увидим с вами подробно, постараемся рассмотреть дальше. Если даже Асаэль преследует его и собирается убить его по закону Торы, даже если не учитывать, что это военная ситуация, по закону Торы можно убить человека, который преследует тебя, это даже обязанность защитить себя, если кто-то пришел убить тебя, встань, убей его, но при этом существует закон превышения мер самообороны. Закон предполагает, что если ты можешь себя спасти, нанеся удар по одному из его органов преследующего, например, поразить его в руку, в ногу, в плечо, так, чтобы не убивать его, ты должен это сделать, то есть избавиться от него, от преследования, избавиться не смертельным ударом, а ударом, который только нанесет вред и положит конец этому преследованию, то это твоя обязанность превышения мер самообороны рассматривается судом как приравнивается судом к убийству. Такой грубый пример, скажем, может быть, несколько абстрактный. Представим себе, что ребенок бросился с ножом на взрослого человека. Взрослый человек легко может остановить ребенка, схватив его за руку, вместо этого, не дай бог, он наносит ребенку смертельный удар. Конечно, само суд это будет рассматривать как убийство. Дальше пойдет вопрос о том, это преднамеренное убийство или непреднамеренное убийство. Это другое дело, но само по себе такое, скажем, явление, поведение, оно приравнивается к убийству. И зашло солнце, когда они дошли до возвышенности Амма, которые напротив Гиаха по дороге к пустыне Гивон, и собрались сыновья Вениамина к Абнеру и объединились в один отряд и встали на вершине одной горы. И возвал Абнер Киаву и сказал, вечно ли будет разить меч людей? Разве ты не знал, что горечь испытаем в конце? И до каких пор ты будешь медлить и не скажешь народу вернуться, прекратив погоню за братьями своими? Здесь мы слышим двойное обвинение в словах Абнера. Во-первых, он обвиняет Иоаву то, что тот начал преследование и погоню. Достаточно было того, что они одержали победу и обратили в бегство сыновей одиннадцати колен. Этого было вполне достаточно с точки зрения Абнера. Они уже оставили поле боя. Не надо было их преследовать. И все, кто были поражены во время преследования, не взяты в плен, поражены во время преследования, это вина Аюава, которая показывает его недобрые намерения, его мстительность, его злобу. То есть Абнер возлагает основную вину за произошедшее на Аюава, за последствия произошедшего на Аюава. Это один момент. И второй момент, который легко увидеть из этого, то, что он добавляет, горечь в конце испытаем мы, Абнер обвиняет Аюава в том противостоянии колена Иуды одиннадцатиколеном, по его мнению, по-прежнему он не читает, что колена Иуды откололись, что они бунтовщики против законного царя, потомка Шауля. Такие два обвинения бросает Абнер Иуды Иуды жив всесильный, если бы ты не заговорил о состязании, то уже с утра разошелся бы народ и не преследовал бы человек брата своего. Иуды ему, что вся ситуация возникла из-за него. И понятно, что если не было бы этого состязания между коленами, если бы не было этого желания оказать давление на колено Иуды и даже в военном плане, даже в военном плане, с точки зрения военного проведения, превосходства тоже Владимир Авнер, то и не возникла бы эта ситуация у водосборника в Геоне. То есть вся как бы и политика Авнера и скажем, которая стала причиной его предложения сражаться, состязаться около водосборника Геона, все это вина Авнера. И протрубил Уав Шафар и остановился весь народ и не преследовали больше Израиль и больше не сражались. Авнер и люди его шли по степи всю ту ночь и перешли в Ярден и прошли весь Петрон и пришли в Маханае. И вернулся Уав после преследования Авнера и забрал весь народ и не досчитались из слух Давида 19 человек и Саэля. А слухи Давида поразили из Вениамина и из людей Авнера 360 человек умерли. То есть мы видим, что они воины Юаба, не только Юаб, но и воины Юаба, они были просто в беженстве, обвиняя, полагая, что воины Авнера начали наруженое столкновение, которое привело к гибели их братьев, сыновей Иуды и когда они преследовали воинов Авнера, они безжалостно настигали их, они безжалостно поражали их и понесли Асаэля и похоронили его в гробнице отца его, что в Бейтле и Хеми и шли всю ту ночь Юабы, люди его и расцвело, когда они пришли в Хеврон. На этом кончается третья глава и я остановлюсь на того, чтобы послушать ваши вопросы, дальше мы постараемся продолжить. Секунду одну, что мы делаем, мы делаем стоп-шер, я вас вижу, пожалуйста, если что-то хочется спросить, я готов постараться. Посмотри в чате, там есть вопрос. Спасибо. В чате есть вопрос. По хронологии. Давид царствовал 7-5 лет над Иудой, а потом, видимо, стал править уже над всеми коленами. При этом Ирбоши царствовал только два года, что было в остальные 5-5 лет. Это вопрос совершенно правильный, просто что рассматривать как царствование Ижбошито. За царствование Ижбошито, время царствования Ижбошито, это из 7 лет, это последние два года, потому что до этого трудно было назвать Ижбошито царем. Для того, чтобы назвать царем, нужно представить себе, или, скажем, можно, скажем, чтобы присвоить царя, допустим, не говорить о человеке, как о царе, нужно, чтобы у него была реальная власть, чтобы его признавали, чтобы он царствовал реально. Мы понимаем, что после поражения на горе Гильбо сложилась очень сложная ситуация. Колено Иуды принял свое решение, оно поставило Давида царем, остальные колено в них, как говорят, был разброд и шатание. Одни хотели вернуться вообще к эпохе судей, когда каждое колено отвечает само за себя, люди чувствовали свою уверенность, по крайней мере, относительно, города были укрепленные, враги были напуганы силой Шауля, и представлялась, что можно вернуться к такому существованию, когда каждое колено отвечает за себя. Другие обвиняли Шауля в поражении и считали, что нужно искать нового царя. Третьи присматривались к Давиду, что происходит в Иуде и думали, не присоединиться к колену Иуды. И ушло довольно много времени у Авнера для того, чтобы объединить все колена и объединить колено, чтобы как бы 11 колен начали представлять из себя нечто единое целое с единым центром управления из Маханаима, чтобы появилась общая войска. И поэтому только два последних года правления из Бошита его можно назвать реально царем. Таким образом, как складывается здесь ситуация, объясняется это противоречие между семь с половиной лет Давида в Хевронии и двумя годами правления Ишбошита. Короче, далеко не все время Ишбошит представлял из себя по крайней мере номинально царя. Царя возможно он и не представлял из себя реальную власть. Но все-таки его поддерживал Абнер и так исполняющим обязанности царя и начальником войска был Абнер. Можно было говорить о каком-то царстве. Только последние два года. Розе вопрос можно задать? Да, пожалуйста. Вопрос Давида. Давид остался в Хевронии и он оказался в стороне совершенно. Я очень плохо... слышу начало, сейчас одну секунду, если можно... Одну секунду... Нужно одна секунда берем. Если можно, я в любом случае плохо очень слышу начало. Еще раз, пожалуйста. Давид остался в Хевронии во время этой схватки. И он никак не повлиял на нее. Он и не мог повлиять на нее. Юав занимался своими делами. Он вообще не мог не знать точно, где находится Юав в этот момент. Давид занимался своими делами. И, конечно, между Гевроном и Хевроном есть довольно большое расстояние. Безусловно. что-то хочется еще спросить. Сейчас я попытаюсь показать вам посмотреть вместе с вами водосборник в Гевронии. В Гевронии. Одну секунду. Так. секунду. Делаем шеер. Квады Раф, если позволите, вот такое вот общее впечатление поделюсь. У меня складывается, по крайней мере, что Авнер, он как-то продолжает интриги, которые и до этого плелись в окружении Шауля. А он, получается, продолжал все это время запутывать народ. Авнер, мы представляем себе, нужно представить себе человека. Какой интерес может быть у Авнера? Нужно представить себе человека, который стоит в начале зарождения царства. Человек самоотверженный, который много раз рискует своей жизнью. Человек, который, когда его спрашивает Шауль, что это за юноша Давид, он не хочет ему отвечать, говорит, узнай сам, то есть не хочет говорить ничего очерняющего о Давиде. Поэтому мы можем представить себе только одно. Все люди заблуждаются. Одни больше, другие меньше. Те люди, которые стоят во главе народа, во главе войска, понятно, что их ошибки очень дорого стоят. И я бы представил себе Абнера как человека, действительно, который видит Давида как с какого-то момента видит Давида как человека, который стремится захватить власть, как человека хитрого, которому нельзя доверять. Непонятно, можно ли доверять тем рассказам, что его помазал на царство Шауль, а даже если помазал, то я прошу прощения, Шмуэль, а даже если помазал, он не захотел об этом рассказать. Все это вызывает большие подозрения. Его уход к филистимлянам, на все это можно посмотреть разными глазами. Конечно, хотелось бы, чтобы можно было увидеть высоту души Давида, хотелось бы, чтобы оценить его воинские достоинства, но Абнер смотрит на вещи по-другому. И он стоит на вершине управления страной, управления войском, он чувствует свою ответственность, и он действительно может быть еще и больше, чем Шауль приложил усилий в становлении царства. И он не хочет, чтобы царство, в котором он видит и исполнение заповедей в создании этого царства, и проявление божественного присутствия, то, что всевышние сыновьями Израиля и столько сделал для них чудес. Он не хочет, чтобы во главе этого царства стал человек, который, по его мнению, не достоин с точки зрения его душевных качеств быть главой сыновей Израиля. Это ошибка, но она, скажем, настолько понятная, настолько близкая ошибка, настолько напрашивающаяся ошибка, что Авнеру, скажем, Митраши, они не очень-то ставят это в меняют вину. Давайте вспомним с вами эпизод, который описывается в Гемаре, трактат Сан-Зидрин, когда Шауль решил, уже вынес приговор, решил расправиться с восемьюдесятью кагенами города Нов, включая первосвященника, и велел своим слугам поразить их. Эти слуги это были Авнер и Авишай, и они отказались это сделать. Приводится в Гемаре, скажем, приводится диалог между Шаулем и Авнером и Авишаем, и он обращается к ним, все, что у вас есть, я вам дал, они ему говорят, что ты нам дал, ты эти железки нам дал, вот эти доспехи, знаки военного отличия, да возьми себе, возьми их обратно. Мы понимаем, что перед нами стоит человек ответственный, человек величайшей праведности, который, попав в определенную ситуацию, принял не, скажем, неверную позицию, и однако, понимаете, было очень-очень много исходных, которые позволяют не позволяют как бы, ну, я даже не знаю изменить, я думаю, что такие люди не нуждаются в нашем изменении, но просто, скажем, посмотреть с хорошей точки зрения на Авнера. Мы увидим, что и в следующей главе, что и Давид, который старался отдалить от себя всех плохих людей, старался, мы представляем себе царя, вокруг него могут быть и наушники, и клеветники, и политиканы, кто угодно, и царю очень трудно отличить правильного человека от лицемера. Мы представляем себя, скажем, можем представить себе дворы в, скажем, других народах, как-то отдаленно представить себе, представить, и тут же представить себе, что не проходит ни одного дня, и даже можно сказать, ни одного часа, без интриг, без наговоров, без как бы подсиживания друг друга, злодейства и даже отравлений. Это власть. Давид хотел избежать всего этого всеми силами души, он об этом говорит в псалмах, я приготовил для вас как раз несколько цитат, и Давид читает возможное привлечь на свою сторону Абнера, он готов привлечь его, так сказать, привлечь его на свою сторону, сделать его, так сказать, членом своего двора, приближенным, доверить ему войско. Это опять же свидетельствует о том, что Абнер человек честный, и в тот момент, когда он осознал свою ошибку, он ее осознал. Просто у нас складывается всегда такое представление, что праведники, они не ошибаются. Ну, легче себе представить такого праведника, который не совершает ошибок, он сидит в своей комнате, обложившись книгами, вот там как бы легче не завершать ошибок. Человек праведник, который выходит на войну и сражается за свой народ, и думает о глобальных проблемах, и строить страну, там в такой области вполне и вполне возможны ошибки. Оправданы ли они эти ошибки? как бы, я думаю, что не нужно судить людей, не нужно судить людей, вот он прав, или он не прав, и к чему его привели ошибки, его ошибки могут иметь очень отрицательные последствия, потому что он занимает такую высокую должность, что это понятно, но можно посмотреть и посмотреть на самого человека, на его намерения. В данном случае перед нами великий праведник, который ничего не ищет для себя лично, который не считает, что он отвечает за весь народ Израиля, и он должен заново построить страну. Это то, что происходит. И таково отношение к нему Давидов. Спасибо, Розе, это глубокий взгляд, то есть это высокого духа человек, который просто сделал неправильные выводы из картины, которую он наблюдал. Я поняла. Да, да, и еще раз можно подчеркнуть, что скажем, на это были основания довольно большие. мы помним, что Михаль, жена Давида говорит своему отцу, после того, как она спасла его, выпустив его, спустив его через окно, она говорит отцу, что он бы убил меня, если бы я не сделала это. Понимаете, это же, скажем, слышит тот же Абнер, или он узнает об этом, он представляет себя человека, который будет спасать себя ценой жизни своей жены. А угрожает ей, знаете, что это за образ такой человека, сложить всю ситуацию и понять, что Михаль, она спасает себя, таким образом отвечая своему отцу, у него не получается, или он не видит это так. Понимаете, на иллюстрации здесь водосборник в Гевионе. Мы можем представить себе большую яму, которая наполнялась водой. К концу лета воды становилось мало и к ней спускались по ступеням. Когда было воды много, она поднималась до верхнего края. Целый город мог пользоваться этой водой практически без ограничений, потому что воды было достаточно много. водосборник в водосборник в Гевионе, где происходят эти события. Сколько сказать могу, скажем, хотелось бы сказать, что когда мы как народ вернулись на эту землю, то у нас под ногами оказался и Танах, и история первого храма, и история второго храма. И это очень волнует. И очень трудно понять евреев, и очень трудно понять особенно израильтян, которые равнодушно относятся к тем археологическим свидетельствам истинности Танаха. Да даже не истинности, просто мы видим перед своими глазами места, где происходили события, описанные в Танахе. И вот перед нами водосборник в Гевоне. И мы с вами как бы мысленно можем перенестись в те места, о которых мы говорили, которые мы изучали, можем перенестись в Мехмаз и оказаться буквально на том месте, где Юнатан поднялся по скале и оказался перед строжевым отрядом и который обратился в бегство. И вот мы можем очень легко увидеть, где он спускался и где он поднимался. И как это оставляет нас равнодушным, я совершенно не понимаю. Как можно оставить эти места в руках палестинской автономии в руках детей пустыни, которые дети пустыни не потому, что они живут в пустыне, а потому, что они все превращают в пустыню, они уничтожают места свидетельства событий Танаха в последнем своем посещении Ерехо, который находится в руках палестинской автономии. Вот по великой милости иногда можно туда попасть с экскурсией. Вот я стоял около поля, на котором растет капуста, а когда-то на этом поле были остатки христианской церкви, построены на том месте, где воины Яшуа сложили 12 камней, которые они достали из Яардена. Еще Яшуа бен Павхиа, который обошел землю Израиля в 13 веке, он свидетельствует о том, что на этом месте лежат камни. Мы можем с вами мысленно перенестись на гору Ивань и стать около жертвенника, на котором приносились жертвы во время заключения союза 12 коленами сразу после входа земли Израиля на горе Ивань. И то, что мы читаем с вами в последних главах творим три раза читаем описание этого союза, мы можем все это увидеть перед своими глазами, увидеть структуру жертвенника, которая соответствует структуре жертвенника, который был построен в храме. Все мы можем увидеть своими глазами. и апифеозом, я бы сказал, к очувственному отношению не только к еврейской истории, но и к мировой истории является наше отношение к храмовой горе. Все больше, все меньше и меньше контроля израильского на том, что там делает международный комитет исламский. Туда как бы влезает, грубо говоря, Иордания, Турция, все там хозяйничают на храмовой горе. Единственная цель арабов это уничтожить следы первого и второго храма, которые есть на храмовой горе. Знаете, что есть такое понятие раскопки в обломках, раскопки в обломках. Что это такое? Это арабы вывозят мусор с храмовой горы и там в этом мусоре евреи производят раскопки и находят там и монеты, и печати, печати с именами тех людей, которые упоминаются в Танахе. Все это можно найти в этих обломках, которые вывозят с храмовой горы. не представляется это просто лицемерное отношение мирового сообщества к мировой истории, потому что храмовая гора является с точки зрения археологии объектом номер один. Археологические объекты ценятся не только потому, что там можно выкопать, а ценятся они потому, что сколько, скажем, какая литература существует об этом объекте, как, например, раскопки Трои, они были особенно ценными, потому что есть Ильяда, Гомера, рассказывающая об этом месте, если говорить о храмовой горе, то близко ни один объект древний не подходит тому количеству скажем литературы, строк, страниц, которые совершенно достоверно описывают это место и его разрушение с точки зрения мирового сообщества, то, что на Израиль оказывается давление и я уж не говорю про израильские власти, это отдельный разговор, но в любом случае это просто величайшее лицемерие преображение пренебрежения мировой истории, отказ от своей истории, если не говорить даже о христианской вере, а просто говорить об истории христианства, так это отказ от своей истории христиан, от своих корней, это чувство, конечно, пренебрежения к земле, я уже не говорю к ее святости, к основному ощущению, которые есть, но приближение к археологическим объектам, оно совершенно, оно поражает, просто поражает, такое впечатление, что значительная часть еврейского народа не вышло из состояния интернированных лиц, перемещенных, у которых нет своей земли, нет своей истории, и пренебрежение изучения Танахом, оно как бы тоже относится к этому же самому замечанию. Хорошо. Я надеюсь, что это не было лишним, это замечание, о нем можно говорить и говорить бесконечно, но мой призыв только быть привязанным к земле Израиля со всех точек зрения, с точки зрения нашей истории, духовной истории, археологических объектов, которые обязательно должны вызывать волнующее чувство такой пронизывающей трехтысячелетней истории, о них можно говорить бесконечно, и о том, как они помогают понять и раскрыть Танах полнее, об этом тоже можно говорить, но скажем, то, что накопилось за много-много занятий, я выблесну на вас. сейчас мы сделаем с вами попытку Натан, у нас есть еще несколько минут? Сейчас, секунду, да, у нас есть еще семь минут. Семь минут? Давайте, используем эти семь минут, если вы не выражаете, и попробуем с вами по крайней мере начать четвертую главу. Секунду, одну секунду по технологии, которую я уже разработал, я включаю, поднимаю текст. Текст виден, я надеюсь, правильно? Четвертая глава. Отлично. И услышал сын Шауля, что умер Абнер в Февронии, и опустились у него руки, а весь Израиль устрашился. Так, мы с вами, да, я с вами сделал скачок, скачок, поторопившись, секунду, у нас у нас остается секунду одну, одну секунду. мне нужно было открывать не четвертую главу, а третью главу, я прошу прощения за ошибку, и секунду, одну, сейчас мы сделаем, чтобы это было точно у нас, и все-таки, все-таки мы используем, так мы видим свою главу, третья глава, замечательно, и долгая была война между домом Шауля и домом Давида, здесь нужно представить себе, что никакой планетной войны не было, что никаких стычек между отрядами, тем более войском, которое было бы собрано десятью коленами, собрано коленом Иуды, одиннадцатью коленами и коленом Иуды, всего этого не происходило, войной здесь названа напряженная обстановка, противостояние, те колебания, которые в принятии решений, которые есть в Иуде, и те сомнения, которые есть в одиннадцати коленах, все это говорится об этом, все это здесь называется войной между домом Шауля и домом Давида. Здесь я приготовил вам несколько строк, которые показывают, что Давид никогда не стремился к захвату власти силой или какими-либо интригами, и этим он сильно отличался от Амнера. Счастье в человек, который не ходил по наущению злодеев. Мы помним, что это начало псалмов царя Давида на наущение злодеев. Неверные советы, которые человек получает, который царь получает. Он никогда не приближал к себе тех, льстит. И он говорит в 12 псалме «Истребит Бог усталь стивый, сохрани свой язык от зла и уста свои удержи от лжи». Ведь как хорошо жить братьям вместе, говорит Давид. Он стремится не только к объединению колен, но к объединению колен при таком ощущении, когда все скажут, как хорошо быть вместе, не когда одни подавляют других, и когда одни завоевали других, но когда это будет четким и осознанным решением. Буду возвеличивать Бога, ибо бедствовал я, а ты не дал моим врагам возрадоваться. Конечно, человеку, который идет путями праведности, ему очень трудно противостоять тем, кто клевещет тем, кто делает за спиной, тем, кто плетет интриги. И Давид благодарит Всевышнего за то, что он дал выстоять и выстоять не такими же методами, как применяли против него, а честностью и благородством. Хорошо. Здесь мы с вами остановимся и благодарен вам за внимание и жду уже следующих встреч с вами. И хочу напомнить вам, что, на мой взгляд, мы с вами вместе заняты очень важным делом для современного Израиля и для всех евреев. Всего самого-самого доброго. Большое спасибо Натану за техническую и моральную поддержку. Большое спасибо Натану и вам за очень интересную и плодотворную. Окей, мы на этом заканчиваем. Те, кто занимаются евритом, через семь минут мы начнем урок по грамматике прошедшего недельного раздела Брешит. Всем счастливо, до свидания. хода штоф к тому же. Хода штоф и хора в баре вообще-то. пока с югрием.